Информационную картину дня, как всегда, дополнят новости спорта в студии Марина Азиабина. Здравствуйте! После довольно продолжительной паузы, длившейся целый месяц, баскетболисты ижевского клуба «Купол Родники» вновь вышли на домашний паркет. Они принимали молодежку столичного ЦСКА. Пошел ли длительный перерыв им на пользу или нет, узнаем прямо сейчас. На трибунах иностранный гость Пьетро Наталлини, президент итальянского женского баскетбольного клуба «ФЕБА». В Ижевске он проездом, вот и решил заглянуть на наш огонек. Через телефонный переводчик он пытается поделиться своими мыслями по поводу матча с окружающими. Партинка очень быстренькая, очень красивая. Счастливо, что в первые минуты он открылся. Игра ему понравилась. Очень понравился игрок, 59-й номер, за три минуты. То есть моменты были такие, что если бы не такое катастрофическое начало, то действительно, тогда бы, наверное, родник бы и победил бы. Катастрофическое начало, о котором упомянул наш итальянский гость, это рывок армейцев плюс 12. Это точно не было прописано в сценарии главного тренера ижевчан Мила Жаповичевича. Его недовольство было слышно всему залу. В середине стартового игрового отрезка ситуация постепенно начала выправляться, а в концовке и вовсе хозяева вышли вперед. Вторая четверть началась аналогично, только в этот раз купольцам отставания нивелировать не удалось. Интересная игра получилась. Так скажем, как на качелях. Легко вначале повели, потом умудрились начинать проигрывать, потом опять повели. Третья четверть прошла в обоюдоострой борьбе. Тем не менее, в актив этот игровой отрезок хозяева могут себе занести. Сократили отставание до минус четырех. В последнем игровом отрезке купол-родники сначала практически отыграли армейский гандикап, но развить свой успех у них не получилось. Итог встречи – поражение 76-83. Большой перерыв не пошел нам на пользу, получается, да? Нет, к сожалению, не пошел. Хотя мы были отрезки, мы реально хорошо играли, и все у нас получалось, но потом как-то все рушилось и обратно уже не могли. Очень обидное поражение, конечно. Но ничего, будем готовиться дальше, готовиться к следующей игре. А следующая игра уже 28 февраля. Купол-родники будут принимать команду из Самары, одного из лидеров чемпионата. Играли дома и волейболистки, и Толмасы ЖГТУ. Принимали они на своей площадке. В рамках чемпионата страны среди женских команд вышли ГИБ, клуб из Обнинска. Оба поединка завершились победой из Живчанок со счетом 3-1 и 3-2. Сейчас в турнирной таблице они на четвертом месте. Впереди заключительный тур. Он пройдет в Ижевске 2-3 марта соперником. Подопечных Алексея Промышленникова будет клуб из Воронежа. Завершился в столице Удмуртии еще один крупный турнир. На всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы героя России Сергея Борина приехали сильнейшие атлеты из более чем 10 регионов страны. Молодые ребята набираются на таких стартах опыта и учатся побеждать. Первое общекомандное место заняли в итоге и Живчане. Они завоевали более 20 наград, 7 из которых золотые. Вторыми были атлеты из Бугуруслана, третьими – казанские спортсмены. Еще одна хорошая весть. В Смоленске на всероссийском турнире по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата наш земляк Кирилл Перевозчиков выиграл медаль. В забеге на 1500 метров он показал второй результат дня. На 800-метровой дистанции у него 8 место. Участвовало в этих соревнованиях более 350 атлетов из 40 регионов страны. А на льду от дворца спорта «Молодежный» прошел традиционный уже 14-й по счету всероссийский турнир по фигурному катанию «Ижевская снежинка». В числе участников этих соревнований было немало талантливых звездочек, в том числе и из нашей столицы. Мы с некоторыми из них познакомились поближе. У «Ижевской фигуристки» Марии Языковой в послужном списке уже есть победы на всероссийских стартах. Маша и на «Ижевской снежинке» выигрывала и не раз медали. Главное, считает она, на всех соревнованиях быть уверенной в себе. Только тогда свою программу на льду можно откатать без помарок. И, конечно, добавляет, на тренировках надо уметь трудиться. Во-первых, на тренировках должна быть сила воли. И надо не так, чтобы я устала и вышел сальдар. А дальше продолжать работать и никуда не останавливаться на месте и пробовать что-то еще новое. 11-летняя фигуристка в короткой программе допустила небольшую помарку. Однако на следующий день произвольная сумела собраться и выиграть золотую медаль, чем очень порадовала своих болельщиков – маму, папу и бабушку. «Мы стараемся по возможности ни одно соревнование не пропустить, потому что знаем, как наша Машенька относится к самому фигурному катанию. Ей так хочется поблистать, так хочется скорее все эти азы фигурного катания изучить. И у ней ведь сейчас очень хорошо получается». По традиции на Ижевскую снежинку приехали гости из восьми городов страны. Говорят, для юных фигуристов это опыт и хорошая возможность обкатать свои новые программы. Зрители увидены, были впечатлены. «Эмоции вообще. Я вот не дышу, когда смотрю. Я не просто не дышу. Я только вот так вот делаю и все. Удовольствие огромное получше. Удовольствие огромное. Я сама тоже люблю это фигурное катание. И вообще люблю спортсменов, потому что как-то сама раньше тоже занималась. Но не это. У меня мяч. Баскетбол? Волейбол. Волейбол. Юные фигуристы Ижевска выиграли на этом старте 21 награду. Ближайшее соревнование у них 21 апреля. Будет это Кубок Удмурти. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»